Привет, на связи Томас. Давненько на канале не было Рандбилдпил, кстати за него лайк. Я надеюсь, что вы тоже соскучились по этой замечательной игре, как и я. В этой серии мы попробуем сразить врага на провал в сложном режиме, а что из этого вышло, вы можете видеть прямо сейчас на ваших экранах. Присаживайтесь или приляживайтесь поудобнее, а мы погнали, а точнее полетели. И снова мы слышим экшен музон, а это что значит? Это значит, что зайдем в лабораторию и вспомним, что у нас тут было. Давно я конечно в эту игру не заходил, после долгого перерыва, про который я говорил еще в других сериях по другим играм. Итак, посмотрим. Ну по другим играм как? По одной другой игре. В общем у нас 5 обломков, насколько я помню они так называются. Прокачано у нас все хрем пойми как, все неоднозначно. И мы сегодня, думаю, что в другой конечно я поиграть не могу. Ни в бесконечный режим, ни в охотника за головами, ни в ангела-хранителя. В общем ни в какой режим, кроме как выживания, я приступить играть не могу. И по сложности миссии, кстати, мы, я не помню, мы сложную миссию проходили или нет, но я думаю, что в этой серии мы все-таки к ней прикоснемся хотя бы пальчиком. Нам это как-никак нужно, потому что... Посмотреть в общем, что у нас на сложной сложности. Кстати, переключить исследование мы тоже не можем пока что. Нужно накопить 150 обломков и заплатить за вот эту вот функцию. Но пока что давайте посмотрим. В общем, сложная миссия играть. Что у нас тут? Награда за повышение уровня улучшит все характеристики турели. Нихрена не понял, но ладно. Так, все как обычно. Едем мы к нашим любимым, многоуважаемым метеоритам, которые мы сейчас будем потихоньку собирать и сразу же улучшать. И первым же делом, конечно же, поставим сразу три пушки гатлинга. А как без этого, да, как говорится? Уровень повышать инженерных дронов пока не будем. Повышать уровень пушки гатлинга. Давайте это сделаем. Раз уж у нас пока что все пушки гатлинга, то лучше тогда сначала повысим сразу уровень пушек гатлинга. Звук был характерный. Это значит появился основной босс. А это значит, что нам будут скоро ломать лица. Так, давайте стоянку дронов-утилизаторов поставим куда-нибудь в это местечко. И у нас еще дается, значит, вот пару пушечек. Ну как пару пушечек? На выбор. Катушка Тесла две штуки или пушка гатлинга. Ну давайте катушку Теслу поставим. Что будем, так сказать, думать долго над этим? Итак, генератор щита или минное поле? Вот минное поле хотелось бы... Подождите, я что-то не помню про минные поля. У нас же там есть еще минная шахта, насколько я помню. Вот что из этого больше нужно? Честно говоря, я не помню. Ну давайте поставим мы, значит, минное поле. Да, точно, вспомнил минное поле. У нас это минки появляются, и они вместе с нами ездят. Детали переключателя нам не нужны. Вот топливный бак нам все-таки очень не хочет. Он нам нужен. Поставим его вот сюда. Так, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно. Что дальше у нас? Повышение уровня дронов-утилизаторов. Повышение уровня катушки. Ну, утилизаторов повысим уровень пока что. Что нам еще нужно? Дроны-утилизаторы у нас есть. Давайте атакующих, наверное, дронов. Хрен его знает, честно говоря. Я что-то вообще как-то отвык от этой игрушки. Ну ладно, сейчас, в общем, разберемся по ходу дела. Если что, вспомним тоже по ходу дела. Две пушки гатлинга, конечно же. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас уже начинают потихоньку пробивать. Это, конечно, неприятно, но армаз сойдет. Вот поставим сюда генератор щита. У нас какая-то несимметричная изначально наша летающая база получилась. Наш летающий корабль. Но ничего страшного. Так, детали. Переключать детали. А я вот хотел бы сместить немножко. Ну ладно, пока поставим топливный бак. Дальше будем уже думать, как что смещать и куда смещать. Так, дальше едем. Значит, куда едем дальше? Что у нас наверху? Я, честно говоря, уже забыл. А, тоже метеориты. Поехали, значит, к метеоритам. Давайте дронов-утилизаторов прокачаем немножечко еще. Вот и наши метеоритики. Давай, ребятки, собирайте, собирайте. Так, дроны, 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 дроны. Утилизаторы нам пока что, я думаю, не хотят. Давайте поставим еще одних утилизаторов. Вот так. Все, продолжаем собирать. Продолжаем фармить. Три пушки гатлинга, естественно. Три пушки гатлинга. Вот сюда. Две и одну. Вот сюда. Вот. А что-то врагов вначале побольше, чем в нормальной и в легкой сложности. Но на то оно и сложная сложность. Какая бы тавтология в этом не звучала. Так, теперь нам нужно будет как-нибудь вот это вот обыграть следующим образом. Точнее, вот это обыграть вот с этим. Вот так вот. Отлично. Так, уже двойные минки на нас летят. Это не есть хорошо. Две катушки Теслы поставим. Вот так вот. Так. Что у нас там по состоянию нашего корабля-то? Я что-то понять не могу. Нам бы уже инженерного дрона ставить. Пушка гатлинга. Куда ты у нас пойдешь, дорогуша ты наша? Вот сюда, наверное. Уголочек. Так. Вроде пока спокойно справляемся. Давайте посмотрим по карте, что у нас. Справа у нас какой-то кейсик есть. Давайте поедем туда. Но предварительно поставим еще три пушки гатлинга. Одну сюда. Вторую вот сюда. А третью случайно поставил. Но нормально, пусть там будет. Ну, кейсик, здравствуй. Давайте смотреть, что там внутри. Амбоксинг кейсинга у нас происходит. Так. У нас тут защитная деталь. Защитная деталь. Можем усилить. Можем минное... Ну, давайте минное поле поставим куда-нибудь вот в этой части. И поедем дальше. Как раз у нас справа еще метеориты есть. Топливо я буду сохранять на момент, пока у нас появится тот самый босс, который нас кошмарить будет в начале самом. Так. Значит, штаб пушку менять мы не будем пока что. Нас устраивает пушка гатлинга на штаб пушке. Ой-ой-ой, что-то очень много врагов получается, да, появляется. Так, давайте инженерных тронов поставим, чтобы они начали бы наконец чинить все то, что у нас есть. Потому что нам все-таки накоцали неплохо так. Смещаемся вниз. Поставим еще пушки. Две пушки гатлинга поставим куда-нибудь вот сюда и вот сюда пока что. Какая-то у нас вообще разнобой база получилась. Честно говоря, мне это особо не нравится. Сейчас мы еще сконтактируем с патрулем. Вот. Но не повезло. Не повезло немножко в начале. Нам не дало тех деталей, которые нам нужны изначально были для того, чтобы симметрично все поставить. Но ничего страшного. Сейчас мы немножко нагоним. И так и так нам все это снесут, да. Мы как бы на сложной сложности играем. Как бы долго мы не проживем, я думаю. Так, давайте переключатель деталей. И мы поменяем местами. Знаете что? Я вам скажу, что. Мы поменяем местами. Так, у нас здесь что получается? Так, у нас тут инженерный... Ой, этот. Дрон-утилизатор. Какая-то путаница у нас в базе. Вообще какой-то... Не знаю, как это назвать. Трэш. Давайте поставим вот сюда. Так, поставим. Нормально вроде сойдет. Так, конечно у нас два топливных бака. Это очень мало для того, чтобы дать деру от врагов. Повысить уровень дронов-инженеров. Ну да, я думаю повысим уровень дронов-инженеров. Потому что они у нас пока что одни. А одни они вряд ли смогут так быстро справиться, как нам хотелось бы. Опять нам даются пушки. Две пушки гатлинга. Давайте поставим их вот сюда. Ой, не гатлинга, а пушки Теслы. Так, дальше куда мы смещаемся? Слева у нас есть кейсик. Поехали к кейсику. Так, 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 так. Поставим, наверное, вторых инженерных дронов, да? Хотя и стоянка атакующих дронов нам тоже не помешала бы. Я думаю, что стоянку атакующих дронов мы поставим куда-нибудь вот сюда. В будущем я планирую... Кстати говоря, бот к нам летит. В будущем я планирую с помощью... Как-то функция называлась. Это 150 монет обломков, которые мы даем. И что хотим ставим. Только дронами, атакующими дронами, в общем, поиграть. В будущем я планирую попробовать. Потому что атакующие дроны мне очень сильно нравятся. Поставим, значит, мы пушку гатлинга. Одну вот сюда, вторую. Значит, вот здесь нам не хватает, конечно, вот этого вот щита. Вторую вот сюда и третью куда-нибудь вот сюда. Сейчас мы быстренько справимся с боссом. Я думаю, что первый босс для нас преградой какой-то и сложностью для нас никакой не будет. Но все-таки, смотрите, он своими вот этими горелками очень сильно нам сжег верхнюю часть нашего корабля. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. С первым боссом мы справились. Генератор щита нам обязательно нужен хотя бы вот здесь. Дальше у нас три пушки гатлинга. Мы поставим вот так, вот так и вот так. Да, прямо сначала же игры у нас начнется какой-то экшоний. Давайте какую пушку, катушку Теслу поставим сюда куда-нибудь. Отлично, улучшение. Давайте посмотрим, значит, что нам нужно на данный момент. По-хорошему нам нужно повысить уровень пушки гатлинга. Так и сделаем. Долго думать не будем. И нам еще топливные баки, кстати, нужны. Как оказалось, это очень важная вещь. И еще нужны утилизаторы, я думаю, нам. Подождите, у нас же было два инженерных дрона. Блин, инженерный дрон нам тут... Ну ладно, утилизаторов пока что поставим. Инженерные дроны пока немножко подождут. Так-так-так. Враги на нас продолжают нападать. Мы продолжаем от них удирать. По-хорошему нам было просто влево вот так смещаться. Отлично. Я попытаюсь помочь тоже стреляя во врагов, которые у нас летают вдалеке. А то наша главная штаб-пушка, она немножко не справляется с этим делом. Точнее, не понимает, в кого лучше стрелять. А я-то понимаю. Так. Это сюда поставим? Это сюда? Это сюда. Полтился у нас очередной квадратик. Несимметричный, конечно, но может быть даже это к лучшему. Продолжаем мы, значит... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там патруль. Утилизаторы. Давайте собирайте, давайте собирайте. Быстро-быстро-быстро-быстро все собирайте. И даем дальше дер. О, опять слева метеориты. Поехали опять к ним. Значит, что у нас тут? Что нам еще нужно? Две шахты у нас есть. Я думаю, больше мы их ставить не будем. А вот эти вот генераторы щита нам по-хорошему нужны. Хотя, блин, даже не знаю. Но давайте уже усиливать наши внешние детали. Вот так вот. Пока будем усиливать их. Дальше уже будет видно, чего нам не хватает, а чего нам хватает вполне. Топливный бак, кстати говоря, про который я говорил. Он нам нужен обязательно. Опять метеориты у нас слева чуть сверху есть. Давайте поедем сразу к ним. Так, очередное улучшение. Конечно, пушки гатлинга мы улучшим, потому что нам не хватает боевой мощи. Тут у нас патруль. Давайте закусимся с патрулем вот этим вот. Хотя они какие-то сильные. Так, 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 так. Немножко опасно у нас тут все происходит. Токущие дроны есть. Инженеров нам бы поставить по-хорошему. Поставим мы куда-нибудь вот сюда, я думаю, в левый. Давайте закусимся с патрулем. Посмотрим, что из этого получится. Ой, там еще подмога сзади. Нет, 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 лучше уезжать нам подальше отсюда. Извините, ребята, я не хотел вас потревожить. Так, 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 так. Отлично, вроде мы пока живем, но это я думаю, что продлится недолго, потому что вот-вот скоро у нас появится второй мини-босс. А он, как мы знаем, намного сильнее первого. С первым там спокойно и легко справились, а вот со вторым я что-то не уверен немножко, потому что я сейчас смотрю, как нам пробивают нашу Харю, и мне очень не нравится вот это вот все. Поставим вот сюда две катушки Теслы. Подальше отъедем от вот этого вот сброда, который за нами едет. Собирайте, 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 ребятки. Блин, что-то мало я там собрал. Конечно, не хватает мне дронов вот этих вот утилизаторов. Давайте поставим минную шахту. Действительно, нам ее, наверное, не хватает. Поставим ее как-то вот так, чтобы к нам близко не смогли бы подлетать, и тут нужно проскочить вот этот вот сброд, который на нас летел. Иначе мы застряли бы тут на очень долго, и не факт, что потеряли бы пол корабля. Все, продолжаем движение в сторону метеоритов. За нами летит целая орда, я не знаю, как мы с ними справимся. Наверное, в этом есть еще и босс появился прям только что. Как только я нажал... А что делать? Топливный бак поставим. Что еще нам остается делать? Вон, подлетает скотина. И за ним еще целая рава на нас летит. Так-так-так-так-так-так-так, близко не подлетай, чувак, алло. Опасная хрень, конечно, вот этот вот босс. Нам бы лучше к метеоритам не подлетать, чтобы наша вся мощь стреляла бы именно в босса, а не в часть в метеориты. Так что давайте сразу же инженерных дронов мы улучшаем, чтобы нам лечили бы быстренько все. Блин, еще такая эпичная музыка. Я сам лично нажимаю на штаб-пушку, чтобы она стреляла бы именно в босса, а не во что-то другое. Блин, нас крошат только так. Вы только посмотрите. Но мы тоже справляемся с ним. Как бы он не такой сильный, как мы ожидали, но все равно он сильный. Так, ой, что-то не то нажал. Продолжаем игру. Вы посмотрите, от нашего корабля практически ничего не осталось. А это что значит? Это значит, что мы скоро проиграем. Я думаю, что нам стоит поставить хотя бы атакующих дронов. Сразу же опять ставим пушки гатлинга, чтобы как-то справиться. Но мы тут уже не справимся. Вы только посмотрите, сколько их, да? Их капец до хрена. Я тут даже не успею выехать отсюда. Они меня скушали просто. Вот просто с потрохами скушали. ДС плюсом нам поставили. Обломков там дали 40. Что это я лабораторию открыть не могу, да? Блин, я наверное ору в микрофон сильно, потому что у меня музыка в игре очень громкая. И от этого я думаю, что вы меня как будто плохо слышите. На самом-то деле вы-то и знают, что меня хорошо слышите. Так, главное меню. Лаборатория. У нас 45 обломков. Есть два хода событий. Один из которых это улучшить что-то в лаборатории. Что я думаю, что пока что, наверное, мы от этого откажемся. В пользу того, что мы улучшим какой-то из режимов. Этот, конечно, мы включить не можем. Он сотку стоит. Этот мы тоже не можем включить. Этот тоже не можем. Этот тоже не можем. Этот тоже не можем. Я думаю, что мы накопим все-таки 150 обломков. И включим переключатель исследований. Потому что это очень полезная штука. Для тех, кто не знает. Я не помню, я в прошлых роликах рассказывал или нет. Для тех, кто не знает. Это очень полезная штука. На самом-то деле она служит для того, чтобы мы включали бы или выключали бы какую-то определенную характеристику в нашем корабле. То есть, если, допустим, я выключу пушку гатлинга, то в процессе игры нам ни разу не попадется поставить пушку гатлинга или улучшить ее. А это значит, что помимо пушки гатлинга будут в основном попадаться другие пушки. Могу выключить все, оставить только пушку гатлинга. Могу выключить все, оставить только пушку катушку Тесла. Могу выключить все, кроме пушки гатлинга и катушки Тесла. То есть, прикольная штука. На самом-то деле она очень-очень-очень полезная. Особенно в тех случаях, когда мы хотим поиграть за какую-то одну вещь Допустим, я могу выключить пушки, оставить только дронов И играть только дронами, атакующими Вот что я хочу сделать Так что я думаю, что мы накопим 150 обломков и сделаем это Как-то так Я думал, я смогу вывести сложный режим Но как оказалось, это достаточно сложно Но мы обязательно справимся с ним в следующих сериях А ты не забудь подписаться, чтобы не пропустить те самые следующие серии Пока-пока Спасибо